Всем good morning! С вами семья Алексеевых, и мы летим... Куда же мы летим? Мы летим тусить, отдыхать, в общем, в отпуск летим. Ой, какая красота! И, соответственно, этот влог именно оттуда. Всем приятного просмотра! Ух, чешется. Что? Всё, мы прошли. Буквально прошло. Минут 10-15. Даже не 15, а 10. Мы в дьюти-фри. Сделали прикольно во Внуково, что ты идёшь через дьюти-фри. Это вообще фишка была у Турции обычно, что, типа, ты не можешь пройти мимо. Вот. Чё, иду, чё-то, чё-то, нет? А здесь нет, по-моему, этих. Да, смотри. Ладно, я хочу очень в автор, так поэтому мы летим завтра. Трикать! Людей, чтобы вы понимали, просто нет. Я в шоке, если честно. Я первый раз таким Внуково вижу. Ну, в Локстербургере, кстати, никогда нет народа. Сколько я не летала бы. Мы идём в шоколадницу. Муж, ты сейчас будешь кушать? Вот, смотрите, здесь постное меню уже есть. Красота! Только мы не постимся. Нам в итоге нужна такая ручка в шоколаднице. Вылет у нас, как я уже сказала, в 10 часов. Я уже даже не помню. Я поняла, когда я прошла всё, я уже расслабилась. Я, видимо, шла как-то на адреналине. И сейчас уже просто хочется спать. Так что сейчас поведим. Дождёмся нашего выхода, вылета. В общем, да. Короче, всё понятно. И мы всё, поведим. Летит нам 2.30 часов. Ну, короче, быстро, всё. Не как и Сочи. Прилетели мы в отпуск. Я не ожидала, что здесь плюс 2. Я выхожу из самолёта и такая, а здесь точно теплее, чем в Москве. Короче, вот так. Сейчас вызвали такси. Вот, и уже поедем до отеля. Вот. Тебе как? Очень холодно. По-моему, очень холодно. Смотри, чайка. Смотри. Она реально? Это чайка. Смотри. Это живая чайка. Это живая чайка. Звонит наш такси-мен. И такой, значит... Что он сказал? Платная... Платный заезд у него. Платный заезд у него, видите ли. Говорит, идите-ка шлагбауму. Значит, я уже замёрзла. Я думала, мы прилетим в Дубайск. Только русские. Блин, у меня реально... Руки очень сильно замёрзли. Ну вот так вот мы потусим, короче. Чувствую. Я буду греться везде и всюду. Под лёгкую музыку мужик тащит пиво. Как тебе? Баллончик целый. Вот, короче, это наш отель. По-моему, вход с того края. Пойдём там посмотрим, пожалуйста. Так вот, доехали мы достаточно быстро. Минут буквально 20 от аэропорта. Хотя вроде говорили, что аэропорт далеко. Вот. Что мы делаем с вами? Мы сегодня пойдём туда. Мы сегодня будем смотреть город. И завтра отправимся в Зеленоградск. К морю. Вот. А обзор вот этого прекрасного отеля в невероятно классном стиле я сделаю в отдельном видео. Ай-ай-ай-ай- ножкой. Мы хотели ходить 40 километров, да, Зарь? Ты как раз сказал мне об этом. Смотрите, как прикольно было. Ну всё, мы заселились. Главная цель была подзарядить телефон. Он почти заряжен. И сейчас мы пойдём уже на разведку по гастротуру в Калининграде. И пойдём какие-нибудь посмотрим достопримечательности рядом. Потому что их около отеля просто куча. Я уже накрасилась. Вот. Собственно, ну всё. Сейчас пойдём уже. Надо пересилить себя и идти. Как бы не хотелось полежать. Кровать действительно капец какая мягкая. Вот, но всё равно идём. Всё. Всё, мы идём. Пожалуйста, что мы приехали. На! Итак, дорогие мои, мы прошли на остров Канта. Здесь прям рядом с нашей гостиницей. Блин, ну конечно, офигенно. Сейчас попробуем внутрь зайти. Можно или нет, не знаю. Вот, ну конечно, сегодня погода ещё не очень. Сказали, оказывается, что погода была здесь плюс 10, даже больше. Но, конечно же, кто мы такие, чтобы приезжать плюс 10, надо плюс 2 приезжать. Вот. А что это за муну рейлс? Что это за рейлси реально? Я думала, здесь какая-то часть истории, если честно. А здесь концертный зал. Здесь проходят концерты. Ну, в принципе, вот здесь и понятно по афишам. Но всё же, я думала, что здесь какая-то прям история хистили-хистили, а тут не знаю, что это такое. Может быть, это мы просто так, типа, без экскурсии, потому что нам никто не рассказал, я почитаю, я завтра подготовлюсь, а завтра мы едем в Зеленоградск, я завтра не подготовлюсь. Вот. Но, в принципе, здесь просто там написано большинство буквы на концертный зал. Вот здание само офигенное, реально. Блин, так вкусно пахнет. Ты хот-догами, что ли? А, вон, смотри, там хот-доги. Да, 350 рублей штучка. Чё? Почувствуй себя нищебродом. Приезжай в Калининград. Блин, 350 рублей. В Сочи можно это пахнуть. Ну да, в принципе, в Сочи было бы нормально. Ладно, что на территории острова. Ну, наверное, сейчас пойдём посмотрим. А там, смотри, здание какое-то классное. Мне нравится. В общем, сейчас мы везде будем ходить и смотреть. Малый пруд, а не малое озеро. Там рядом с ним находится, а нет, это ещё Crystal House, а дальше находится Меркурия. Такая красота. Сейчас будем гулять тут у прудика. даже на заднем фоне слышно стройка. Капец. Ну да, здесь достраивается всё. Поэтому мне не терпится уже уехать в Зеленоградскую, Светлогорскую, туда, потому что там нет стройки. Дошли до такой красоты. Мы дошли до Большого пруда, для начала скажу. Посмотрите, как красиво. Блин, вообще. Вот здесь реально как будто в другой мир. Вот эти все домики. Какая красота. А ещё мы выбирали между несколькими отелями. И здесь был Меркурия. Самый. Блин, он так классно сделан. Мы сейчас зашли в какой-то район, и у меня прям серьёзное ощущение, как будто бы мы где-то вот у Андрея вот то, что в Латвии где-то. У меня ещё непросто, что мы за границей где-то. Реально прикольно. Такая сначала вроде заходишь, ну, Россия, потом идёшь, гуляешь, уже не Россия, уже что-то другое кажется. Прикольно. У меня капец какое просто красное лицо. Я очень устала. А ты? Ну ладно, находились и не прохватит. Очень, очень холодно, если честно. Я думала, что мы в парке мне тёплый кофе возьмём, в итоге кофе просто не чувствовалось, просто чувствовалось дикий, дикое холодное молоко, тупо всё, чуть-чуть слегка подогретое. Мы зашли поесть шаурмы. Шаурма, шаурма, шаурма. Напишите, есть разница ему. Для меня нет разницы. Вот, смотрите, какое вкусное заведение. Ситуасьон такой, мы даже в нашем отпуске смотрим хоккей. И тут я купила сладкую кому себе. Вернее, мне Андрей взял. Он уговорил меня даже взять. Ну вот сейчас нормально. Вот хоккейчик, круассан, огромный круассан с заварным кремом и с клубникой. Класс! Доброго вечера! Спасибо! В Зеленоградск можно доехать на поезде. Стоимость билета 84 рубля в одну сторону на одного человека. Тут я не могла перестать снимать этот прекрасный южный вокзал. Он невероятной красоты. доехать в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и весь Зеленоградск состоит из вот таких вот прикольных домиков Просто идешь и видишь по всей дороге вот такие вот милые домики и такие милые дорожки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И на этом заканчивается первая часть нашего путешествия А что будет во второй части? Смотрите!